Всех приветствую на канале. Меня частенько просят рассказать не только про электроинструмент, но и скажем про расходник к нему. Вот и сегодня как раз видео из этой серии. В этот раз речь пойдет о полотнах на сабельную пилу. Всего 4 наименования. Все артикулы приведены на экране. Два полотна предназначены для работ с деревом, также есть для работы по металлу и пенобетону. Все полотна поставляются в блистерной упаковке. По дереву и по металлу по два полотна в упаковке, по пенобетону одно полотно. Полотна для дерева представлены двумя разновидностями. С-1531Л и С-644Д. Роднит полотна материал изготовления, в данном случае углеродистая сталь. А также толщина равная 1,3 мм. Визуально полотна отличается длиной. Само собой полотно типа С-1531Л визуально длиннее и имеет большую длину реза, до 190 мм, если говорить о леске древесины. Шаг зубцов равен 5 мм. Предназначено такое полотно для быстрого реза древесины. Давайте проверять. В роли носителя выступит новая штурмовская сабельная пила RS8820CL под единый аккумулятор, которую я сейчас как раз тестирую. В ходе теста я пробовал резать полотном типа С-1531Л заготовки разной толщины, в основном от 50 и до 100 мм. С ними полотно справляется весьма уверенно. Но и если попробовать заглубиться, например, в заготовку большего диаметра, полотно, как видите, не спасует. Однако сильно увлекаться не буду. Максимальная толщина реза для сабельной пилы RS8820CL – 115 мм. А спалить инструмент в мои планы не входит. Полотно с маркировкой S644D имеет меньший шаг зубцов – 4,3 мм. Меньший рабочий диапазон. Максимальная толщина древесины не более 60 мм. Однако благодаря меньшему шагу рез действительно будет чище, а пила резать плавнее. Кроме того, таким полотном можно делать криволинейные резы. Для этого у меня заготовлена сосновая доска толщиной 20 мм. Вот ее и будем пилить в кривь и в кость. С криволинейными пропилами здесь все хорошо. Полотно охотно позволяет менять траекторию движения. А кроме того, так как само полотно небольшое по размеру, то им проще заглубляться прямо с середины заготовки, что бывает необходимо. Кстати, из-за того, что длина полотна невелика, вибрация, которая передается на руки при работе, значительно меньше, чем если, например, использовать полотно большего размера. Так что, если толщина заготовки невелика, не спешите устанавливать на пилу огромных размеров полотно. Есть у штурма для сабельной пилы и полотна по металлу. Тип S922BF. Данные биметаллические полотна можно использовать не только по металлу, но и, например, по пластику. Но для меня важным моментом станет, как они ведут себя именно при работе с металлом. Давайте попробуем что-нибудь отрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со своей ролью полотно справляется исправно. Отрезать кусок трубы или не очень толстый уголок вполне можно и без применения болгарки. Полотно для пенобетона имеет маркировку S1241ХМ. Полотно может применяться как для работы с пеногазобетоном, так гипсокартоном и деревом. Характеризуется большим шагом зубцов в 8,5 мм. Причем на зубцах есть твердосплавные напайки из сплава ВК-8. К сожалению, пенобетона поблизости мне найти не удалось. А с древесиной данное полотно справляется плюс-минус так же, как и профильное для дерева. Разве что скорость реза будет несколько выше, а вибрация больше. При случае обязательно попробуем работать таким полотном по газоблоку. Пока же обобщим увиденное и протестированное. На мой взгляд, то, что Штурм завез расходник подсабельной пилы, да еще и нескольких разновидностей, шаг в верном направлении. Сабельная пила на нашем рынке инструмент только набирающий популярность. Не все знают, что это такое, тем более далеко не все держали в руках. Полотно подсабельной пилы есть в продаже далеко не у всех. Однако уже есть у Штурма. Причем это далеко не одноразовый расходник. Запас поживучести у него есть. Впрочем, это лично мое мнение. Выбирать все равно предстоит вам. Спасибо, что досмотрели до конца и до встречи на канале.